О том, что происходит в Украине и мире, расскажем прямо сейчас. В студии работает Дарья Вершиленко. Добрый вечер. Валерий Бакус. СБУ сообщило о подозрении Анатолию Шарию про российскому блогеру, проживающему в Испании. Инкриминируемая статья «Госизмена и нарушение равноправия граждан». Валерий Бакус. Валерий Бакус. Владимир Вольфович. Такой ролик опубликовала Служба безопасности Украины на своем ютуб-канале. В трехминутном клипе СБУ собрала основные антиукраинские высказывания Анатолия Шария. По информации СБУ, начиная с 2012 года через соцсети и российские СМИ Шарий способствовал кремлевским госструктурам в проведении информационных спецопераций. Это подтверждают в Совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины. Конечно, можно назвать то, что делал Шарий, информационными спецоперациями. Или информационно-психологическими спецоперациями, в зависимости от того, какого года учебник мы берем по этому направлению. То есть, действительно, то, что он делал, это были информационные спецоперации. Опять-таки, почему это не делала прошлая власть Петра Порошенко, это большой вопрос. Точно так же, как и относительно каналов Козака Медведчука. Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и пророссийских телеканалов, которыми он владеет. 112 Украина, Ньюзван, Зик. 3 февраля эфирное вещание этих информационных ресурсов было прекращено. Вакцину AstraZeneca подали на регистрацию в Украине. Днем ранее Всемирная организация здравоохранения дала зеленый свет на использование препарата во всем мире в рамках инициативы COVAX. Но первую прививку в Украине сделают вакциной Pfizer. Она поступит раньше, говорят в Минздраве. Подробности у Инны Мазуркевич. Я не доверяю вакцинации. Нейтральные отношения даже не знаю. Я верю в то, что украинцы всегда сильные иммунитеты, все будут здоровы. За год тема коронавируса и иммунизации обросла многими фейками. Из-за этого и недоверие растет и не только среди украинцев. Это мировая тенденция, говорят эксперты. Конечно, недоверие к вакцин сегодня есть. И это относится не только Украине. В многих странах вакцинам не доверяют от 43 до 70% населения. Уже на этой неделе в Украину поступит вакцина Pfizer, уверены в Министерстве здравоохранения. 117 тысяч доз. Еще 4 миллиона 700 тысяч доз вакцины AstraZeneca поступят в течение 6 месяцев. В общей сложности Украина получит 12 миллионов доз препарата компании AstraZeneca и Novavax. Еще почти 2 миллиона ампул прибудут из Китая. Это вакцина Sinovac Biotec. Вакцинация не опасна, говорят вирусологи. Напротив, поможет легче перенести инфекцию в случае заражения. Уже в марте украинцы смогут записаться в электронную очередь, чтобы получить свою дозу вакцины бесплатно. Платформа начнет работу в ближайшее время. А медики на данном этапе завершают спецподготовку. Это же не просто так взять, уколоть. Это же надо, чтобы все правильно было сделано. Надо же, чтобы все выдержали, все регламенты. Мы отвечаем за жизнь людей. Мы же желаем делать как лучше, понимаете? И поэтому его надо делать как лучше. И я верю в то, что вот такая хорошая подготовка пропишет нормальную возможность провести вакцинацию. Более трех тысяч инфицированных COVID-19 выявили за прошедшие сутки в Украине. Критическая ситуация в Вано-Франковске. В Центральной городской клинической больнице, которая принимает пациентов с коронавирусом, заняты все койко-места. Пациенты вынуждены лежать в коридорах, столовых и кабинетах врачей. Ситуацию обсудили на селекторном совещании. Владимир Зеленский попросил увеличить количество мест в области, поскольку из-за снегопада в скором сложно доезжать до пациентов. Инна Базуркевич, Юрий Шульга, Телеканал Дом. 36 нелегальных соцучреждений закрыли в Харьковской области. Проверки в регионе состоялись после пожара в доме для пожилых людей в конце января. Тогда в огне погибли 15 человек. Еще один позднее скончался в хосписе больницы. Когда станут известны результаты расследования, узнавала Наталья Белокудря. После пожара в доме для пожилых людей Анастасия Титова почти сутки искала свою бабушку, нашла ее в другом пансионате и привезла домой. Марии Богдановой 89 лет. У нее болезнь Альцгеймера. Надлежащий уход ей могут обеспечить только в частном пансионате. Коммунальные с таким диагнозом людей не берут, рассказывает Настя. Сейчас для бабушки нашли легальный частный пансионат. Конечно, очень страшно. Нас в первую очередь беспокоит то, чтобы было хорошее внимание, отношение само было хорошее к бабушке, чтобы она так же была, как в том доме, в чистоте, в порядке. После пожара комиссия проверила все дома для пожилых людей и реабилитационные центры в Харькове. Из 83-х почти половина после инспекции закрылась. Четыре нелегальных частных пансионата согласились оформить документы. Дали согласие на то, чтобы быть зарегистрированы в реестре, еще 23 предпринимательских структур, которые говорят, да, мы будем регистрироваться, нам нужно приводить в соответствие те дома, в которых эти люди проживают. Компенсацию из госбюджета получат 33 пострадавших, каждый по 10 тысяч гривен. Заявление на получение финансовой помощи подали уже 27 человек. Они изъявили желание, значит, получить по 10 тысяч гривен. Родственники тех людей, которые погибли, говорят, нам помогите надробные плиты установить, и, в принципе, нам-то и не надо ничего больше. Те люди, которые попали в больницу или которые остались дома, ну, у кого-то, как я уже сказал, у кого-то сгорели очки, у кого-то зубные протезы, извините, ну, их застало врасплох. И они говорят, что нам, в принципе, материальную помощь, поскольку личное имущество, ну, такое, как дом, там, машина, там, я знаю, мебель, не пострадало, то есть нам бы компенсацию в пределах 10 тысяч гривен. Пожар в доме для пожилых людей в Харькове произошел 21 января. В результате 15 человек погибли на месте. Еще один подопечный позже скончался в хосписе больницы. Предварительной причиной возгорания в офисе генпрокурора называют неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Правоохранитель задержали четырех человек, причастных к организации деятельности пансионата. Причины трагедии обещают обнародовать до 18 февраля. Наталья Белокудря, Андрей Домовой, Харьков, Твой дом. Тушили пожары на бумаге. Шести сотрудникам госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области объявили о подозрении. По данным Госбюро расследований, они сфальсифицировали 46 актов о пожаре на территории дачного кооператива «Озеро Волчи» в июле прошлого года. Тогда погибли три человека и сгорели десятки домов. Следователи говорят, что на самом деле пожарные туда не выезжали. Под час досудового расследования, в том числе и за свидетелями потерпелых людей, майно яких сгорело, установлено, что подраздели ДСНС до «Озеро Волча» не выезжали до указанного судового товариства. И заходы с тушения пожаре не действовали. Напомню, в июле прошлого года на территории дачного кооператива «Озеро Волчи» в Луганской области вспыхнул пожар. Погибли три человека. Огонь уничтожил жилые дома и хозяйственные постройки. А через три месяца масштабные пожары охватили десятки гектаров леса. Стихия унесла жизни 11 человек. Новые санкции против России готовит Европа за нарушение прав человека в связи с заключением оппозиционера Алексея Навального. Примут ограничения, вероятнее всего, на саммите Европейского Союза в марте. Об этом сообщает Радио Свобода. Тем временем в Москве продолжаются суды над политиком. И в субботу их будет сразу два. Детали у наших корреспондентов. Это Бабушкинский районный суд Москвы. Возле здания несколько десятков людей. Они пришли поддержать Алексея Навального, которого судят за клевету на ветерана войны Игната Артеменко. В итоге политику не дали сказать даже последнее слово. Заседание перенесли на субботу. В 10 утра должно начаться судебное заседание в Московском городском суде по нашим апелляционным жалобам на замену условного срока на реальный. А при этом на 14 часов в этот же день суд сегодня перенес последнее слово Алексея. По непонятным причинам он готов был сегодня высказать последнее слово. Но тем не менее суд объявил перерыв до 14 часов также 20 февраля. В наказание за якобы клевету гособвинение запросило для Навального 950 тысяч рублей штрафа. Сам политик в суде пытался объяснить, что с Артеменко незнаком и считает его просто подставной фигурой российских властей. При этом допустил, что ему за это могут хорошо платить. Я вам показывал и доказывал, что это семейство, оно, ну вот в обообщенном смысле торгует своим дедом постоянно. У человека доход 3000 рублей в месяц, поскольку я могу судить по документам. У его жены доход 1900 рублей в месяц. Он покупает себе кабриолет, он покупает себе Мерседес, GL450. У меня доход, знаете, гораздо больше. Я таких автомобилей позволить себе не могу. Россияне активно выступают против незаконного осуждения политика. В 130 городах прошли акции в поддержку Алексея Навального. Самые массовые состоялись 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным ОВД-Инфо, за это время задержали более 11 тысяч человек. 140 были жестоко избиты силовиками. Против 90 открыли уголовные дела. Протест состоит из людей молодых, мы это видим. То есть они-то это остро ощущают. Отсутствие свободы, отсутствие вообще, говоря, перспектив и всего остального. И ровно поэтому выступают. Ну, это просто все является сознательными действиями власти по подавлению и внушению страха. Внушению страха. Потому что на страхе держится этот режим, конечно. В субботу против Алексея Навального состоится сразу два судебных заседания. Бабушкинский суд продолжит слушание дела о клевете на ветерана Артеменко. А Московский горсуд начнет рассматривать апелляцию о замене условного приговора на реальный в деле и в Роше. Но как обеспечить присутствие Навального в двух местах почти одновременно, в судах не знают. Наталья Гаевская, Роман Смоллер, Телеканал Дом. Непогода не отступает. Волна арктического воздуха задела юг США. В половине американских штатов рекордно низкие температуры. Там уже появились первые жертвы. Замело южные регионы Европы. А польское побережье Балтийского моря замерзло впервые за много лет. Подробнее в сюжете. 25 городов США побили температурные рекорды. Самая низкая температура в городе Хиббинг, штат Миннесота. Там термометры показали минус 38. Из-за непогоды миллионы жителей южных штатов остались без электричества. Больше всего пострадал Техас, где снега практически не бывает. Без света там остаются около 4 миллионов человек. Следующие несколько дней будут очень тяжелыми. Скорее всего, ситуация ухудшится, прежде чем станет лучше. Есть большая вероятность, что электричества не будет, пока погода не улучшится. А этого не случится в течение пары дней. Непогода уже стала причиной гибели как минимум 4-х человек. Волонтеры бросили силы на помощь бездомным. Организовывают пункты обогрева. У меня здесь есть одеяло, еда, продукты для выживания. Есть спальный мешок, в котором температура почти всегда сохраняется на уровне 30 градусов тепла. Засыпало снегом Грецию. На выходных на Балканы обрушился циклон Медея. Местами температура опускалась до минус 20 градусов. Власти призывают людей ограничить поездки на автомобилях. А главную магистраль страны, которая связывает Афины с северными районами, и вовсе закрыли из-за гололёда. Также в столице частично закрыли метро и отложили вакцинацию. В Турции из-за снегопадов произошли несколько крупных ДТП. Один человек погиб. Метеорологи говорят, что холода продержится до четверга. Однако для некоторых снег и морозы – не повод отчаиваться. Туристы и жители польского курортного города Мензе-Сдрое стали свидетелями редкого зрелища. Из-за сильных холодов береговая линия замёрзла. Вместо песка пляж покрылся снегом и льдом. Мы ехали всю ночь, чтобы увидеть этот феномен. Это так красиво. Мы очень впечатлены. Замечательно, чудесно, красиво. Мы приезжаем сюда уже 25 лет, но ещё ничего подобного не видели. А в Чехии бесстрашные альпинисты покоряют ледяные скалы. Но это не чудо природы. Каждый год, пользуясь падением температуры, члены Чешского союза скалолазов поливают скалы водой. А затем покоряют их. Несмотря на опасность, смельчаков это не отпугивает. Инна Косинская, Телеканал Дом. Телеканал Дом есть в Ютьюбе, Фейсбуке, Инстаграме, Телеграме, ТикТоке. Заходите, подписывайтесь, комментируйте. Спасибо, что смотрите Дом. Тут всегда ждут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова